здравствуйте итак беларусь осталась без чемпионата мира по хоккею повод для радости либо повод для раздумий давайте рассуждать напомню что данный вопрос поднялся перед началом нового года то есть конце 2020 года когда начали активно лоббировать отказ международной федерации проведение чемпионата мира в республике беларусь после этого 11 января прилетал руководитель федерации рене фазель в минск встречался с лукашенко и тогда признаться мне ухо резонула одна фраза его минского собеседника а именно понимаешь что у тебя оказывается давление делать так как будет лучше хоккею достаточно странная фраза учитывая только лукашенко относится хоккею сам перенос естественно для него это мощный такой имиджевый удар и мощный удар по самолюбию но все это было бы хорошо если бы не одно маленькое но вот об этом давайте порассуждаем и так вышла вышел пресс-релизм международной федерации хоккея что чемпионат в беларуси невозможен по причинам коронавируса и безопасность о политике там ни слова то есть максимально нейтрально в данном случае пресс-релиз но как бы там ни было чемпионата можно порадоваться а вот следующая новость которая прилетела она меня честно говоря несколько озадачила следующая новость это то что международная федерация хоккея компенсирует беларуси и сдержки на подготовку чемпионатами что якобы это за это сумма есть контр точнее сумма эта норма есть контракте до контракте норма есть но меня пока что удивляет другой аспект а именно детали что компенсирует по счету то есть ту сумму которую выставит правительство республики беларусь то есть такой вещи как внешний аудит оправданности этих сумм не будет то есть условно говоря сколько минск попросит столько минск получит и вот теперь давайте рассуждать то есть какой смысл переноса чемпионата мира по хоккей давление на белорусского диктатора чтобы он изменил свою политику да в какой логике это происходит это происходит в логике политической борьбы то есть политического кризиса беларусь то есть чем меньше ресурсная база причем это не только деньги это это влияние и так далее чем чем больше ресурсов тратится на другие цели а не на преследование оппонентов тем в принципе лучше для смены власти что мы получили результате давайте так вариант 1 начнем с денег напомню что период неустойчивости белорусской власти он будет в начале в конце зимы начале весны то есть продлится примерно до мая максимум там соответственно подъем возможно протестных протестной активности там будет оценка перспектив на 21 год экономических связей с той же самоподобие коронавируса там будет более менее ясно позиции основных игроков которые пока что молчат по белорусскому кризису внешне там будет время после так называемости белорусского народного схода когда власть вынуждена вынуждена будет передавить какие-то тезис что делать со страной и самое главное это время выплаты по внешним долгам то есть если смотреть выплаты на 2021 год то есть два пика это первый начало весны второе конец августа начало сентября кстати на эти два периода попадает и время неустойчивости власть то есть там сходятся и другие факторы которые могут в определенной мере поколебать устойчивости поколебать основы системы власти в республике беларусь но лукашенко это видит и готовится то есть давайте посмотрим что произошло у нас с точки зрения весенних выплат по долгам российской федерации на большая часть долгов она приходится на на россию лукашенко рефинансировался да он рефинансировался российским кредитом который увы надо будет выплачивать уже с двадцать четвертого года как раз на 24 25 там приходится максимум выплат именно российской федерации то есть россия она не зря дала эти деньги то есть она получает на будущее такой хороший крючок которым будет держать за одно место белорусскую власть независимо от того какие фамилии будут носить но как бы там ни было долг перед россией рефинансировано оставалось еще около 250 миллионов это выплаты китаю и выплатам по часть под кредитом ебрр а теперь давайте посмотрим что мы получаем то есть мы получаем что хоккея не будет но с точки с тактической точки зрения по весне эти деньги беларусь придут от международной федерации хоккей потому что сумма скорее всего будет не менее 150 миллионов туман максим 250 на больше я думаю что наглости официального минска не хватит таким образом с помощью и нефазеля лукашенко закрывается по долгам теперь второе сам ход чемпионата то есть с одной стороны да есть позиция спонсоров была позиция многих команд которые не хотели ехать давайте с точки зрения политической борьбы давайте подумаем что для власти более опасно отсутствие чемпионата либо чемпионат который бойкотирует часть команд вынося снова таки белорусский вопрос на первое на первое поле то есть там будет не одна новость про перенос чемпионата а много и вопрос нерешенный вопрос со спонсорами то есть часть спонсоров уходит часть спонсоров вроде бы работает но в латвии и естественно приезд тех же самых иностранцев и так далее которым надо будет показать картину то есть само собой что ресурсов на такой чемпионат власть бы в том числе силовых власть бы потратила намного больше но по факту есть экономия ресурсов есть деньги чемпионата нет да белорусское окружение лукашенко не сработали тактически то сейчас они работают исключительно в тактическом поле даже не стратегическом вопрос в оппонентах ну в принципе с одной стороны моральную победу определенную одержали но это морально победа это именно в виде такой декларации что до чемпионат забрали у диктатор хорошо но с точки зрения политической борьбы с точки зрения перехвата власти беларуси окружение лукашенко получила во первых деньги во вторых меньше головной больниц организации чемпионата вот в таком случае я не удивлюсь то есть я не знаю как как проходила беседа но я не удивлюсь есть вдруг узнаю что этот алгоритм обсуждался во время визита арены форели минск и был в качестве одного из основных ну уж слишком хорошо получается для лукашенко увы для тех кто желает изменений и увы для интересов беларуси в долгосрочной перспективе потому что как бы там ни было удар чемпионата это удар с приносом чемпионата это серьезно такой имидж живые серьезными живопатери как бы там ни было но пока что в краткосрочном перспективе режим укрепился тем не менее весенний период неустойчивость неустойчивость он остается просто оппонентом лукашенко надо думать над нескольким вопросом первое это именно стратегия коммуникационная чтобы выходить на другие социальные группы и тут как раз таки власть не зря бьет по местной прессе об этом будет отдельное видео второе это стратегия по смыслам и тут не только конституцию принципе общий принцип переустройства государства ну кстати лебедька будет вроде бы презентовать конституцию на днях раздел президент власть и так далее есть у меня свои идеи я это озвучил во время стрима о двух этапах выборности то есть любой любая должность беларусь это должна быть не далее чем а в двух этапах выборов либо голосований от народа посмотрим что предложит руководитель бывший руководитель гп бывший руководитель молодежного направления в администрации президента республики беларусь девяносто четвертого года но и после этого я думаю что выложу свои 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 версии там как говорится даст бог посмотрят может быть несут какие-то коррективы и наконец-таки третий это вопрос организации организации на местах и вопрос коалиции если ты говоришь о диалоге то именно диалог с потенциальными союзниками то есть том числе и другими партиями тут кстати надо отдать должное той же самой тихановской которая говоря о своем возвращении беларусь просят гарантии о бс и она заявила про круглый стол где уже будет не только она и лукашенко а демократические силы координационный совет эксперты и представители власти то есть уже как говорится без монополия на правду и это усиливает существенно усиливает ее позиции потому что если до этого она проведет определенные консультации начнет диалог хотя бы с нейтральными и с теми кто к ней неплохо относится то да монополия на истину она размоется но с другой стороны с точки зрения структурного оформления с точки зрения восстановления широкого такой широкой волны поддержки изменений а не лично от кого-то из лидеров это позиции будут усилены как это будет в реальности посмотрим большому счету времени остается мало времени остается около месяца за который надо двигаться ну а по чемпионату по хоккею еще раз чемпионата не будет лукашенко будет с деньгами которые что позволяет ему закрыться по окончательно закрыться по весенним выплатам государственного толка на этом у меня все видео понравилось лайкайте обсуждайте комментируйте ах да маленький анонс сегодня у нас в институте будущего будем представлять полиси по по штатам я думаю что после этого отдельный отдельный вариант по беларуси то есть каким образом это ступнет новой администрации по беларуси выложу видео и для моих подписчиков на патреоне то говорится дополнительный стимул подписываться текстовая версия там страничка на 10-15 будет такой хороший убористый текст она будет доступна подписчикам с выводами с рекомендациями для белорусской власти либо белорусских элит независимо от того кто такую фамилию носит но отдельно скажем так с прицелом на белорусский кризис то есть на тактический интерес вот теперь все еще раз видео понравилось лайкайте комментируйте обсуждайте подписывайтесь на канал поддержите меня подписка на патреоне и любую информацию не забывайте проверять потому что верить одному источнику в том числе и мне это не уважать себя то есть голова должна работать поэтому еще раз и холодный работающий голова всего наилучшего хорошего вам дня